МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По браске. Чувашия готова оказать гуманитарную помощь жителям Крыма. Коварный поворот. В Щебоксарах опрокинулся грузовик с песком. И уроки олимпизма. Участница Олимпийских игр в Сочи Елена Муратова встретилась со школьниками. Украина, Крым. Ситуации там сейчас посвящены первой полосе всех ведущих российских СМИ. Сегодня об обстановке в соседнем государстве говорили и в столице Чувашия. Голова Республики обсудил с представителями правительства возможность оказания гуманитарной помощи жителям Крыма. В органах власти Чувашской республики от граждан, от коммерческих структур, предпринимателей, общественных организаций уже поступает предложение показания гуманитарной помощи братскому народу Крыма. Тем более там проживают более 2,5 тысяч наших земляков. Скоординировать работу показаний помощи глава поручила Минздрава Республики. Министр отметила, в помощи вещами на Украине мало кто нуждается. Особых разрушений там не было. А вот для финансовой поддержки в республике готовы открыть счет. Можно определиться тогда, кому конкретно в Крыму мы будем эти финансовые средства перечислять. Либо это будет какой-то социальный блок, либо это будут конкретные жители. Когда организационные моменты будут решены, станут известны реквизиты счета. Правопорядок в Чувашии в прошлом году стал темой сегодняшнего заседания Координационного совета при главе республики. Сколько преступлений совершили в регионе? Как вернуть рецидивистов в правовые рамки? И чего не хватает системе, чтобы избавить страну от так называемых фанфуриков? Узнавала наша съемочная группа. Жизнь в Чувашии оказалась безопаснее, чем в среднем по России. Но реже всего в республике по расчету на количество жителей закон нарушали в Яльчихском районе. Оптимистично начал доклад министр внутренних дел. Сработали правоохранители так, что в руках правосудия оказались 140 убийц, 70 насильников, более 2000 воров и почти полтысячи грабителей. За теми, кто по терминологии внутренних органов имеет устойчивое противоправное поведение, сотрудники полиции по возможности следят и проводят воспитательную работу. Однако только за прошлый год 957 человек, которые уже когда-то отбыли свое наказание, взялись за старое. Чтобы подобные случаи происходили реже, на особый контроль глава поручил взять адаптацию трудоустройства таких граждан. Еще одна тема, которая в последнее время на заседаниях правительства звучит особенно часто – продажа спиртосодержащих препаратов. В народе – фанфуриков. Торговля этими товарами, в том числе в аптечных, в почтовых учреждениях, она не запрещена законом. Соответственно, повлиять на эту ситуацию у полиции законных средств нет вообще. Еще в 2012 году министерство предлагало создать специальную группу по законодательной инициативе. Обсуждается этот вопрос и на федеральном уровне. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня же глава Чувашии встретился с членами Общественной палаты России. Палата избирается каждые три года и помогает жителям страны взаимодействовать с органами власти, защищать их свободы и интересы. С января 2014 года изменилась процедура выборов в Общественную палату. В ней теперь будет 166 человек. 40 назначает президент страны, 83 из регионов и 43 представителя общественных объединений. Республику в Общественной палате представляет муфтич Ваши Альбир Карганов и директор Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Николай Паштаев. Вопросы, волнующие население, должны решаться в кабинетах чиновников и представителей власти, а не выливаться в митинги и протесты, сказал глава республики на встрече с Альбертом Каргановым и Николаем Паштаевым. В этом направлении должны работать и члены Общественной палаты. Несмотря на развитие высоких технологий, люди в сельской местности испытывают недостаток информации. Для оперативного уведомления власти часто прибегают к помощи общественных организаций. «В городской местности на помощь приходят советы многоквартирных домов», рассказал Михаил Игнатьев. Альберт Карганов, в свою очередь, сказал, что намерен уделять большое внимание работе с молодежью и детьми. «Уважение к разным конфессиям, национальностям, культуре и традициям разных народов нужно воспитывать с детства, чтобы избежать того, что сейчас происходит на Украине», подчеркнул Муфтий Чуварской республики. «Живя в Чуварской республике, в правильных, хороших условиях, когда нам не мешает никто даже исповедовать свою религию, национальную культуру, школы, образовательная система работает. И дико видеть, когда там, в Крыму, наоборот, пытаются противопоставить народы». Завтра в Чебоксарах пройдет очередное заседание бассейнового совета Верхневолжского бассейного округа, на котором подойдут итоги работы за пять лет. Участники форума уже начали съезжаться в Чебоксары. С руководителем Верхневолжского бассейного водного управления Александром Бариновым встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев. Михаил Игнатьев и Александр Баринов обсудили вопросы эффективности управления водными ресурсами, развития водохозяйственного комплекса. Особое место заняла тема организации безаварийного пропуска весеннего половодия, а также обеспечения безопасности на гидротехнических сооружениях. Эти девушки защищают докторские, изобретают, достигают новых высот в карьере, воспитывают детей и эффектно выглядят. Они стали участницами республиканского конкурса «Женский облик в науке». Сегодня в Национальной библиотеке подвели его итоги. Поздравили всех и пообщались с одной из них – мои коллеги. Быть успешной бизнес-леди, преподавателем в нескольких учебных заведениях, хранительницей семейного ЧГ и отличной матери удается немногим. Но Ольга Ергунова совмещает в себе все эти роли. Хочется тоже упрощить какие-то позиции в своем бизнесе, достигнуть каких-то позиций по карьере, развиваться самой как личности, прогрессировать как молодой ученый, разрабатывать новые проекты. Потому что человек – это все-таки настолько многогранная личность, что хочется в этой жизни, которой дается один раз, совместить все возможное. Десять лет назад она основала свою компанию по покупке и ремонту жилья. Сейчас она руководит своей фирмой и делится ценным опытом со студентами. Неудивительно, что именно ей досталось звание «Бизнес-леди в науке». Это одна из десяти номинаций второго республиканского конкурса «Женский облик в науке». Победительность наградили в преддверии Международного женского дня. Конкурс направлен на выявление талантливой научной молодежи среди молодых девушек в возрасте до 35 лет. Впервые конкурс стартовал в прошлом году. В этом году у нас изменились немножко номинации. Точнее сказать, не изменились, а добавились. В прошлом году их было семь. В этом году их стало десять. Мы разграничили главную номинацию «Гран-при женский облик науки» по направлениям гуманитарно-техническое и естественное. И ввели дополнительные номинации «Бизнес-леди в науке» и «Общественное признание». В этом году география участниц заметно расширилась. На победу в десяти номинациях претендовали не только жительницы Чебоксар и Ново-Чебоксарска, но и Цивильска, Канаша и Вурнар. Эксперты рассмотрели и оценили более 50 заявок. Девушки личным примером разрушили стереотип о том, что ученые – это серые мышки. Они изучают, изобретают, создают и сияют весенней красотой. Ну а тем, кто не успел поучаствовать в конкурсе в этот раз, есть еще целый год для подготовки. Ксения Кравчук, Николай Яковлев, Республика. На коварном повороте по улице Константина Иванова перевернулся очередной грузовик. В среду около пяти утра самосфал с песком двигался со стороны улицы Ярославской и опрокинулся на правый бок. Водитель грузовика, несмотря на то, что был пристегнут ремнем безопасности, отделался лишь ссадиной на лбу и испорченным настроением. Как получилось, что самосфал опрокинулся при движении в подъем, он объяснить не смог. Напомню, что это не первый случай. В марте 2012 года именно здесь лег на бок мусоровоз. В рамках диспансеризации населения в Чувашии работает мобильный диагностический центр, который выезжает в больницы Республики по определенному графику. Медицинский передвижной комплекс оснащен аппаратами УЗИ, ЭКГ и лабораторным оборудованием. В рамках диспансеризации предусмотрен осмотр узкими специалистами. При выявлении заболеваний пациенты будут направляться на дообследование и консультацию врачей-специалистов в центральную районную больницу. Благодаря выездной работе будут проведены обследования малоподвижных граждан, а также жителей отдаленных от центральной районной больницы населенных пунктов. Олимпийские идеалы школьникам. По таким девизам в Новочебоксарской школе номер 2 и училище Олимпийского резерва сегодня прошел олимпийский урок. Провела его могулистка Елена Муратова, которая представляла Чувашию на зимней Олимпиаде в Сочи. В начале урока олимпийская зарядка для учеников младших классов. Несложные упражнения от спортсменки Елены Муратовой ребята приняли на ура. А вот студентов училища Олимпийского резерва такой разминкой не удивишь. Они сами профессионально занимаются спортом. Идеи олимпизма, его истории и процессов олимпийского движения в России и в мире им преподнесли в виде презентации. А диалог с могулисткой прошел в форме непринужденной беседы. Больше всего ребят интересовало ее участие в зимних олимпийских играх. Новость о том, что Елена Муратова будет представлять Чувашию на Олимпиаде в Сочи принесла ей не только радость, но и волнение поделилась с будущими олимпийцами спортсменка. До последнего там, например, своим родственникам, родным просила их, чтобы они как-то ничего там не говорили, что не поздравляли меня, ура, ты ешь на Олимпиаду и все такое. Потому что все-таки у нас экстремальный вид спорта и достаточно травмоопасный. Ребята интересовались не только спортивными результатами и ценой их достижения, но и впечатлениями о стартах в целом. Не могла спать нормально несколько ночей, мне все время снилось, там мой проезд, что я тут могла что-то получше сделать, тут побыстрее. Сразу после Олимпиады Елена выехала на Кубок мира по фристайлу. В Японии ей удалось стать второй. Впереди у спортсменки еще три важных старта на Кубке мира. И удача, которую ей пожелали школьники, студенты и педагоги, не будет лишней. Оксана Заметина, Евгений Анисимов, Республика. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Тема беседы – запись детей в первые классы столичных школ. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин